О том, что у Яны была собака, теперь напоминает только пустой вольер. Дворняжка по кличке Ника сначала сорвалась с поводка и убежала в парк. Потом ее видели местные жители с дротиком в спине, убегающие от службы по отлову. С тех самых пор, уже больше двух недель, Яна ищет любимую питомицу. Это происходило днем, в 2 часа дня, прямо на площади, где находились дети, мамы. И мама, и дети были в шоке, и они об этом мне сказали, нашлось 12 свидетелей, которые готовы подтвердить, что собак паковали в мешки. Сначала собаки падали, корчились спиной, кровяная пина шла у них. Яна выяснила, что службу по отлову вызвал директор парка Степанова. Животных должны были доставить к подрядчику для стерилизации и передержки. Новое помещение для этих целей, заменившее страшный дом, теперь расположено на улице генерала Белова, на базе СМП по санитарной уборке города. Яна приехала на место, охранники подтвердили. Отловленных собак свозят сюда, но пустить женщину на территорию отказались, хотя в мэрии обещали пустить. Вы должны мне показать, вы обязаны, вы нарушаете закон, вы удерживаете мое животное. Туда нельзя попасть, просто на эту территорию. Никто не пустит. Вот я вам и звоню. Вы не имеете права удерживать мое животное. Я сейчас вызываю, значит, полицию. Вы удерживаете мое животное. Вы ничего не боитесь, что ли? Нет. А что не бояться? Ситуация с отловом безнадзорных собак в этом году с каждым месяцем только накаляется. Весной в наших репортажах мы рассказывали, как складывается ситуация. Первый расторгованный муниципальный контракт на сумму чуть более миллиона предполагал отлов и стерилизацию 156 особей. Подрядчик справился быстро. Животных размещали в помещении без света и воды. Здание прозвали страшным домом и о нем рассказывали совершенно жуткие вещи. Не выдержав слухов, активные зоозащитники под покровом ночи ворвались в центр и животных забрали. Дальнейшие контракты встали под большой вопрос. Не каждый подрядчик согласился бы работать под таким общественным давлением. Работы велись, но без привлечения внимания. О ситуации со временем забыли. Напомнил о ней только жуткий случай в начале ноября, когда на улице 4-я Болинская стая собак буквально растерзала 9-летнего мальчика. Он выжил лишь чудом. Вопрос, кто и как будет отлавливать хвостатых, снова стал актуален. Собака Яны, видимо, одной из первых попала под раздачу. Женщина к зоозащитникам себя не причисляет. Из-за права животных в глобальном смысле не ратуют. Ей просто нужно забрать любимого питомца. Но ни мэрия, ни подрядчик навстречу не идут. Я с утра там была, потом поехала в администрацию. После этого мне сказали, вы езжайте, пропустите, что езжайте и вас пропустят. Я приехала туда, и я опять не пропустила. Вчера я осталась, у меня было подозрение, что ночью будут вывозить животных из колечных. Я не знаю, что там делают, я хотела бы посмотреть. И получилось так, что да, машина одна. Я предполагаю, что вывозила трупы, потому что была тишина, собаки не лаяли. Яна требует открытых действий от городских властей, информации о том, сколько животных поймали, куда отвезли. Важно, говорит, убедиться в каких условиях их держат и предоставить владельцам потеряшек право забрать животных. Вот несколько лет назад у моей подруги пропала собака, и мы на сайте нашли ее фотографию. Мы сразу же, там был телефон, там был адрес. Мы позвонили, приехали и забрали собаку без всяких проблем. В этот раз я думала, что будет то же самое. Туда собака пропала, я позвонила в администрацию. И вот все, вот это вот вранье началось. Я до сих пор, уже прошло 10 дней, с отлова собак, я до сих пор не могу выяснить, кто отлавливаю, где отлавливаю, куда собаку самое главное увезли. Я ночами не сплю. У меня дети очень переживают. Насчет открытости информации у мэрии и правда большие проблемы. От комментариев на камеру чиновники отказались. В помещения, где держат животных, не пустили. Представителей власти можно понять, они боятся такой же шумихи, как в апреле. Но закрывая данные, порождают тем самым новые слухи. К решению своей проблемы Яна подключила прокуратуру и полицию. Мысленно с любимым питомцем она уже попрощалась. Но попранные права отстаивать будет до последнего.